Леонид Ермольник, такой открытый, честный и веселый человек, попав в Вильнюс буквально на один день, постоянно находился в центре внимания СМИ. Но программе «Литовское время» знаменитый российский актер согласился дать эксклюзивное интервью. И, конечно, разговор мы начали с нашей страны. Я думаю, что я был здесь в районе 30 лет, если не больше. По работе я был в Литве, я снимался. Что-то мы снимали на косе, в Ниде, но это всегда были самые заповедные места. И когда в сюжете фильма были эти красоты, то это было по каким-то другим картинам, а непосредственно в Вильнюсе. Я снимался в картине «Звездочет». Это такой был то ли трех, то ли четырехсерийный телевизионный фильм про разведку, про войну. Я играл ужасно неприятного немца, гестаповца. Ну, гестаповец и должен быть с таким лицом. «Свяжитесь с радиозводом срочно. Кюмеля ко мне. Ганс, отсулятуйте еще раз. Можете идти. Я не просил третий раз. И снимали мы в таком здании. Оно и сейчас стоит. Это историческое здание. Там то ли музей сейчас, то ли банк. Я уже не удалось глянуть. Но во время войны это было здание гестапо. И я снимался в той же комнате, где действительно сидел вот этот главный немец, которому был порочен фюрером Вильнюс. И вот сейчас, в рамках презентации нового фильма, Ермольник вновь оказался в Вильнюсе. Литва в глазах актера спустя десятилетия после последнего посещения изменилась, стала открытией. Я услышал, что это самая зеленая столица мира. И не могу с этим не согласиться. Я не могу буквально сравнить, но то, что это невероятно зеленый, красивый, очень правильно отрегулированный город, спокойный. И я уже сказал, вот меня тут спрашивали, меня больше всего поразило приятно, то, что здесь даже в старом городе, вот эти маленькие улочки, все равно можно ездить на машине. И мне это ужасно нравится. Потому что вся вот это вот желание закрыть автомобильное движение и сделать только пешеходные зоны, это какая-то наша беспомощность. Это так же, как я ужасно не люблю то, что, например, в Москве Арбат пешеходный. Мне это не очень нравится в Риге. Вот старый город, там тоже нужно запарковаться и потом пешком. А здесь мне очень нравится, что есть парковочки, это все. Как бы жизнь продолжается. И это очень демократично, очень здорово. Леонид Ермольник отметил, что Литва рождает уникальных людей, творческих и неординарных, таких, как режиссер фильма «Редиректат» Эмилюс Веливис. Мне ужасно нравится та Литва, которую он показал. Потому что он показал, это доказывает то, что он невероятно честен, он невероятно влюблен. И он видит те странности, те глупости, те недостатки и тот стыд, который есть. И когда ты смотришь это кино, ты понимаешь, что от того, что это кино вышло, может быть, это все и прекратится. И оказывается, я абсолютно изобрел. Когда посмотрел его фильм, я сказал, что он литовский Тарантино. Оказывается, я не первый был. Хочется отметить, что в разговоре с Леонидом Ермольником мы не могли не поинтересоваться, почему актера давно не видно среди членов жюри клуба веселых и находчивых. Неужели КВН уже не тот? Я расстался с КВНом. Это связано не потому, что я КВН разлюбил. Это связано, скажем так, чтобы не плодить сплетни и кривотолки. Мы расстались с Александром Васильевичем Масляковым. Мы разошлись в каких-то принципиальных человеческих пристрастиях, позициях и поведении. Я его по-прежнему как профессионал уважаю, но по человеческим качествам мы в чем-то с ним разъехались. Являясь членом жюри, Леонид Ермольник, как никто другой, реагировал на шутки. Позволял посмеяться над собой. Порой выходил на сцену с молодежью и становился членом той или иной команды. Вика, это человек, который сделает твой день рождения просто незабываемым. Лесли! Нет, Вика, это не Лесли. О, Ермольник! О, Ермольник! Леонид! КВНчики меня любили. Я у них был самым доступным и самым правильно реагирующим материалом, поэтому они чаще обращались ко мне, потому что знали, что я смотрю на них глазами человека, который их любит. КВН всегда был рупором замечательного, молодежного, бесшабашного юмора без боязни. Но политическая обстановка такая, что КВН стал чуть-чуть другим. Он перестал быть таким наглым, острым и отчаянным. Работы у Ермольника хватает. Кроме съемок и продюсирования фильмов, участия в ток-шоу и нескончаемых эфиров, он продолжает играть на театральной сцене в спектакле с Николаем Фоменко, который, кстати, в январе будет показан в Латвии и Эстонии. До Литвы, к сожалению, спектакль не доедет. Но если Литва пригласит труппу, то, может быть, наша встреча с теплым и отзывчивым актером снова произойдет очень-очень скоро. Ирина Высокович, Александр Кочегаров, Первый Балтийский канал.